Я ни в коем случае не посягаю на ваше право, на личную жизнь. Я прекрасно это понимаю, но я не могу не задать ряд вопросов, которые кажутся мне безусловно интересными. Вы первой вашей женой была блестящая киноактриса Валентина Малявина. Человек очень трудной судьбы. Прекрасная, красивая женщина. Одна из самых красивых, наверное, актрис советского кинематографа. Вы ведь учились вместе в одной школе перед тем, как пожениться, правда? Ну нет, я старше ее где-то на год, на полтора, наверное. Ну да, в общем, мы с Арбата. И она с Арбата, и я с Арбата. Дети Арбата. Да, дети Арбата. Но вы знаете, когда она действительно шла по улице, люди прохожие просто поворачивались в ее сторону. Сейчас тоже поворачиваются на девочек, на ножки посмотреть. А на нее вот смотрели, как на красивую девочку, которая шла, красивая девушка. Ну, по свидетельству современников, девочки засматривались на вас тоже. Ну, засматривались, конечно. Что получилось в данном случае? Чем вы ее покорили? Ну, я не знаю, чем я покорил ее. Я как бы об этом не задумывался. Я, конечно, очень сожалею, что у нее такая страшная судьба оказалась. Хотя она начинала очень и очень хорошо. Человек талантливый, одаренный. Но вот видите, видите, вот что-то есть там над нами, над всеми. Вот, которые... Ну, я напомню... Я не знаю, как. Вот, как рулить в ту или другую сторону, я не знаю. Я напомню телезрителям, что после нескольких лет совместной жизни, по свидетельству очевидцев, вообще они говорят, что она роковая женщина Валентина Малевина. Да, да. Это и есть, да. Это и есть. Конечно, от человека тоже многое зависит. Наверное, вовремя кто-то не оказался с ней рядом, который мог бы отдернуть ее от того, что в дальнейшем с ней произошло. По свидетельству очевидцев, ваш брак распался из-за ее измены, и для вас это была огромная драма? Вы знаете, не было огромной, к сожалению, для меня драмы. Как бы я и сам был такой, как бы... Рубаха парень. Такой, да, такой немножко ненагулявшийся человек. И потом я как-то начал сниматься на четвертом курсе вокруг меня. То есть у меня крыша не поехала. Но, вы знаете, мне кажется, каждый человек в своей жизни проходит определенные периоды. От них никуда не деться. Абсолютно. Там в малом возрасте ребята там в 13, 12, 14 лет начинают курить. Кто-то позже там испытывает, что такое женщина. Что такое нравится, не нравится, начинаются какие-то поиски и так далее. Это я говорю о том быте, в котором мы присутствуем, понимаете, в котором мы находимся. Но, по всей вероятности, должны быть мозги. А мозги в это время не сформировавшиеся, то, что происходит вокруг тебя. И мы вообще все падки на какие-то вот вещи неположительного характера. А вот как-то это не так лежит, надо это забрать. Понимаете? Но это начинаешь позже понимать.